ММО РПГ И на канале Гоха Медиа Меня зовут Мадлер, это портал Гоха Руи Мы начинаем Киспо Геймерс это инновационная площадка для геймеров Которая отличается широким ассортиментом продукции и конкурентоспособными ценами Здесь вы сможете приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях И когда я говорю про выгодные условия, это никакая не шутка По нашему промокоду Гоха вы получите вкусную 20% скидку Уверяю, дешевле придется еще поискать и вряд ли найдете Невероятное множество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net Причем игры можно покупать как ключами, так и гифтами Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass Покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения И все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов Торговаться, кстати, тоже никто не запрещал Напоминаю, площадка торговая Ну и само собой разумеется, но все-таки произнесу это вслух Никаких проблем с оплатой из наших широт не наблюдается Ссылка на площадку Case for Gamers в описании и закрепленном комментарии Не забывайте вводить промокод Гоха Компания Innova объявила о предстоящем значительном обновлении русской версии MMORPG Blade & Soul Под названием «Подземная тюрьма хаоса» Обновление запланировано к выпуску на серверах 16 июля 2024 года И включает в себя ряд нововведений Новое подземелье, новые элементы экипировки, три линейки защитных корундов Ребаланс игровых зон, обновленный журнал исследований Изменения в балансе классовых навыков, игровые события и многое другое Команда разработчиков MMORPG Guild Wars 2 поделилась новостями О ходе реструктуризации режима мир против мира Введение новой системы прошло успешно Хотя и выявило ряд проблем с формированием команд на отдельных уровнях Эти проблемы временно блокировали доступ к некоторым картам ВВВ Но после быстрого обнаружения и вмешательства команды разработчиков Доступ был восстановлен А также запланировано более долгосрочное решение Предварительный патч дополнения War Within для World of Warcraft Выйдет 24 июля и представит несколько ключевых функций Которые создадут основу для следующей главы MMORPG Когда расширение выйдет в следующем месяце Предварительный патч представит отряды Новую функцию прогрессии для всего аккаунта Которая позволит вашим персонажам иметь общую репутацию фракций, банк А также достижения и коллекции Те, кто достиг 70 уровня и завершил финальную главу Dragonflight Могут начать первую часть новой квестовой линии Видение Азерота Которая постепенно приведет к событиям The War Within Новый контент также включает в себя специальное событие Которое начнется 30 июля и продлится до 26 августа Прежде чем расширение официально стартует Кроме того, в расширении появится возможность использовать динамические полеты Во всех зонах для большинства маунтов в игре Не обойдется и без классовых изменений Компания Astrum Entertainment анонсировала масштабное обновление для MMORPG Лоды онлайн, в рамках этого обновления были значительно переработаны классы Некромант и Воин А также изменены карты Доминиона Развалины Северска и Лабиринт Глазов Некромант получил новые умения и улучшения, включая Касание Смерти и Щит Крови Удалены некоторые старые умения, такие как Ритуал Боли И добавлены новые эффекты для поддержки союзников Воин получил увеличение наносимого урона и новые вехи для самостоятельного исцеления В ПВЕ добавлено веха удар с разворота, а в ПВП комбинация выпадов На карте Развалины Северска добавлены прыжковые устройства и улучшены переходы Лабиринт Глазов приведена к симметрии и обновлена мини-карта В честь своей седьмой годовщины Альбион Онлайн снова переходит в праздничный режим Возвращая события ожившей легенды, подарки и торт Все, кто войдет в игру во время события, получат подарки к юбилею Аватар седьмой годовщины и рамку аватара К этому знаменательному событию команда также подготовила юбилейный ролик Напоминающий игрокам о предстоящей задаче Снова разыскать все эти заблудшие статуи Напомним, событие ожившей легенды подразумевает, что статуи Обычно находящиеся в залах в честь легендарных героев Альбиона Внезапно появляются по всему миру на трех уровнях сложности Предлагая награду за успешное преодоление препятствий Корейский разработчик и издатель Парлабис сообщает о том, что в Блэк Дезерт Начинается регулярный сезон крупномасштабного ПВП контента Война Рос в формате 300 на 300 Первое сражение сезона запланировано на воскресенье 14 июля Масштабное противостояние предлагает особое правило проведения боя И тактику для высокоуровневых игроков и гильдии Включая специальные роли для лидеров, стратегические контрольные точки И тактическую карту А также беспрецедентный масштаб битвы для 600 игроков Официальная дата релиза Fractured Online назначена на 24 июля Когда будет запущена версия 1.0 вместе с новым вторым сервером Однако Dynamite Studios объявила, что полноценный стартовый патч Выйдет на существующем сервере Genesis на неделю раньше Сообщение об этом поступило через дискорд игры Релизный патч будет выпущен 17 июля только для сервера Genesis со всем запланированным контентом Команда ранее объявила, что полный запуск также означает добавление нового сервера Чтобы сохранить равные условия для всех и сделать игру более справедливой Свежий второй сервер откроется 24 июля Поэтому запуск патча на существующем сервере, где уже играют опытные и высокоуровневые игроки Мало что изменит Пришло время отправляться покорять мир The Queen Fall Поскольку началось второе закрытое бета-тестирование проекта Вместе с объявлением о начале бета-тестирования вышел трейлер Демонстрирующий, чего стоит ожидать от грядущей MMORPG Трейлер дает представление о рыночной системе, ремесленничестве и различных кораблях Которые игроки смогут получить в свои руки для путешествий по открытому морю С моими впечатлениями и более подробно о самом событии можно узнать из нашего недавнего видео Вот вам на него подсказка, если пропустили Разработчики изометрической MMORPG CorePunk объявили дату начала раннего доступа и сроки проведения четвертого альфа-тестирования Ранний доступ начнется 26 ноября 2024 года А предварительные заказы можно оформить начиная с 12 июля Перед этим событием состоится самое продолжительное тестирование игры Альфа 4 пройдет с 6 августа по 6 сентября 2024 года Участвовать смогут обладатели предзаказов и участники прошлых альфа-тестов На старте раннего доступа игрокам будут доступны два новых биома и поселения Случайно сгенерированные подземелья, новые сюжетные и побочные задания, сотни предметов и три новые специализации персонажей Обнуление прогресса игроков не планируется, но разработчики предупреждают, что в случае выявления критических ошибок это может произойти MMORPG Tresland продолжает радовать игроков новым контентом и улучшениями Недавно разработчики объявили о введении новой арены для 50 игроков под названием Полигон Судьбы А также о доступности нового финального босса рейда Архидруида из Корня Порчи Полигон Судьбы предлагает игрокам уникальный опыт в живописных, но опасных джунглях Здесь можно сражаться как по одиночку, так и в составе команды из пяти человек Важно помнить, что вне вашей команды все остальные ваши противники Участие в соревнованиях на Полигоне Судьбы требует собирать зловещую энергию, побеждая монстров и других игроков Собранную энергию необходимо доставить к алтарям для очищения Игроки могут отслеживать свой прогресс очищения каждую неделю и получать за это награды С Архидруидом, думаю, все понятно, ничего дополнительно пояснять не нужно Новый босс, владеющий силами природы, новый вызов для любителей ПВЕ Кроме того, недавно в игре вышел патч, направленный на оптимизацию и улучшение игрового процесса Постапокалиптическая MMO Once Human, разработанная Starry Studio, наконец-то вышла в релиз Игра доступна в Steam, Epic Game Store, а в ближайшее время должна появиться в магазинах приложений Apple и Google Play И хоть показатели онлайна на релизе проекта были весьма впечатляющими Впечатляющими 162 тысячи только в Steam не обошлось и без вполне обоснованных претензий Так игроки выражали недовольство отсутствием русской локализации, которая, согласно последним сообщениям, должна появиться в сентябре Кроме того, среди претензий упоминаются проблемы с оптимизацией и внутриигровой магазин Игроки также выразили беспокойство по поводу, по их мнению, неподобающей политике конфиденциальности Помимо этого, перед запуском игры, NetEase объявила о возможности создания только одного персонажа на аккаунт С обещанием добавления функции создания нескольких персонажей в августе Однако, столкнувшись с критикой этого решения, компания быстро его отменила, позволив создание нескольких персонажей Такая быстрая смена позиций, невзирая на технические проблемы, из-за которых якобы ограничение и было введено, тоже вызывает недоумение Но в целом игра очень хороша, можно посмотреть наше видео, посвященное этой ММО по подсказке в правом верхнем И это все новости ММО и РПГ на неделю Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео Поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента И подписаться на нас везде, если еще не подписаны С вами был Мадлер, это портал Гохару Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok